Восплощение вы вышли замуж без любви. Мало того, вы воспринимали его как собственника, да вы ненавидели его. Представьте, сколько негативных мыслей вы тогда прожили, сколько негативных эмоций по отношению к нему. За эти годы. И всё это наслоилось, и никуда не делось. Но вы забыли об этом, и вот сейчас он вам дорог, он вам понятен. То есть вот душа ваша к нему расположена. А те старые программы криком кричат. Бойся его. Обижайся на него. Подозревай его. Вот что кричат программы. И ровно так же ему программы кричат. Вы же в том воплощении тоже наверняка пытались отстаивать своё право, право жены. Может быть досаждали ему. Он, может быть, хотел получить молодую жену, чтобы и не иметь проблем. Но вы же не могли бы не досаждать и не приносить никаких проблем. Наверняка. Наверняка что-то в супружестве вашем было такое, где и он получил от вас хорошую такую долю негативных посылов. Так что вот этот груз, этот кармический груз, он, как правило, и не даёт людям найти взаимопонимание в этом воплощении. Да, я на месте. Перехожу на рабочий уровень. Размораживаю ситуацию. И предлагаю сейчас Татьяне просканировать наличие гибридизации в своей энергосфере. Да, создай ментальный пылесос и просто собери это всё. Наружная. Да, наружная гибридизация есть. Внутреннее нет. Да, убрала. Проверим присутствие паразитарное. Нет, всё чисто сейчас. Всё хорошо. 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 Скан эфирного ДНК, эталонная эфирная ДНК и просканируй себя в данном моменте. И приведи свою целостность, свой аватар в соответствии с эталонным эфирным ДНК. Я, да, я отстранюсь и возвращусь на счёт три, когда вся эта работа будет тобой полностью завершена. Итак, один, два, три. Да, да, она завершила. Я смотрю сейчас вплоть до эфирного тела. Да, клетки выглядят, клетки живые, плотные, рельефные, объёмные стали. Светящиеся. Хорошо. Активируй тимус. Выстроить взаимодействие между твоими ментальными полями, психоэмоциональной сферой и твоей гормональной системой. Да, она это делает. Да, сделано. Просканируй сейчас ячейки памяти, клеточная память. Вот обрати внимание в первую очередь на это. И, соответственно, просканируй все нейрокластеры, все программы, которые руководят сферой твоего сознания здесь, в земном аватаре. И, соответственно, способствуют эти программы выработке гормонов, раздражающих, вызывающих панику, вызывающих панику, подозрения, вызывающих ревность, вызывающих агрессию. Да. Да, отрегулируя выработку адреналина, кортизола. Да, работает сейчас, делает. Просканируй сейчас центральную нервную систему. Да, и по позвоночному столбу. И периферическая нервная система. Все чужеродные энергии и блокировки убираешь, создай контейнер. Да, в контейнер складывает. Хорошо. Так, давай посмотрим мозг, область мозга. А затылочная часть затемнения есть энергия чужеродная, она ее убирает сейчас, наполняет светом органы зрения. И зона зрительного восприятия головного мозга. Да, поработала. Органы слуха, вестибулярный аппарат, вся лимбическая система головного мозга. Да, рецепторы просканирую работу периферической системы еще раз. Тактильные ощущения, вкусовые рецепторы, обонятельные рецепторы. Да, сделала. Хорошо, давай посмотрим опорно-двигательный аппарат. Да, косточки черепа, суставы. Позвоночник. Почему-то вот долго осмотрю на атлант. Какой-то щелчок прям такой раздался. Все в порядке, говорит, сейчас. Да, все в порядке сделала. Она как будто простраивает, сейчас прощупывает каждый позвонок, каждый суставчик. И так вплоть до копчика, крестец, положение тазовых костей. И нижние конечности, все косточки, все суставы, вся хрящевая ткань, связки. Да, и вверх движемся. Ребра, груди, лопатки, плечевой пояс. Верхние конечности, вплоть до каждого пальчика. Да, она напитывает энергией, такая энергия яркая. С каким-то, интересно, она белая, ну как белое свечение, яркое свечение белого оттенка. Но орел такой золотистый. Так интересно. Да, она напитывает, вот как бы вот. Гармонизация, она запускает просто энергию, потенциалы программы восстановления. То есть она мысленно, как бы, встраивает программы, запускает процессы восстановления на физике. Давай посмотрим сердечно-сосудистую систему. Да, сердечная мышца. Сосуды. Артерии. Капилляры, вены. Да, очищает их и эластичность, она эластичность, слово говорит. Упругость, эластичность. Хорошо, сама формула крови. Покажи мне, пожалуйста, сосуды головного мозга. Есть ли там какие-то изъяны, повреждения. Спазмы. И она, а, вот почему. В области атланта, то есть верхний, первый шейный позвонок. Вот почему я щелчок услышала. Она, как бы, на место поставила. Показывает, что там пережатие было сосудов головного мозга. И кровоснабжение изменялось. Все показывают, что долговременные, устойчивые стрессы, излишняя выработка гормонов, которые не соответствуют реальному положению вещей, наносят значительный урон. Вот это, вначале, вялотекущий стресс, после этого депрессия, большая энергопотеря, а в состоянии стресса и как последствия стресса спазмирования идет сосудов. То есть, когда какая-то программа приказывает напрячься, когда воспринимается как агрессивная нападка, там, где ее нет, либо там, где она есть, организм мобилизуется, команду дает сознание, мозг дает команду мобилизоваться. Продолжительный стресс – это и есть период необоснованной, продолжительной вот этой мобилизации, когда гормоны, выплеснутые в кровь, дают команду органам вести себя как в состоянии опасности, и реакции человека, как в состоянии опасности. И мозг считывает, что где-то есть опасность. И внутри постоянно живет эта тревога, 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 тревога. Уже и агрессии нет, и даже не предвидится. И ум начинает искать, а где же та агрессия вокруг меня? Кто же покушается на мою свободу, если я чувствую себя настолько напряженным? Уже срабатывает обратный процесс. И вот это зацикливается, этот процесс, и человек не может выйти из состояния стресса. Потом, да и ладно, и все, и апатия, и депрессия. Ух ты, что мы рассмотрели. Хорошо, понятно. Выстроив взаимодействие между гормональной системой и центральной нервной системой. Это действительно очень важно. Хорошо. Органы дыхания давай посмотрим. Вот гибридизация очень часто бывает причиной, то есть наличие чужеродного инсектоидного ДНК, часто бывают причиной аллергических реакций и астмы. То есть если этого нет, если нет проблем с дыханием, а гибридизация была, то есть, получается, предотвратили. Если признаки были когда-то, то мы сейчас увидели причину и удалили ее. Да, она, органы дыхания, она очищает от последствий, от интоксикации, от последствий вирусных заболеваний. Да, очистила. Давай посмотрим сразу пищеварительную систему. Угу. Да. Пищевод, желудок. Двенадцатиперстная кишка. Давай посмотрим на печень. Ага. Желчный пузырь. Желчные протоки. Довольно густоватое желчное. Не запредельно, но есть загустение. Она сейчас просто прокачивает и разжижает. Угу. Угу. Поджелудечная железа. Угу. Да. Кишечник. Тонкий кишечник. Толстый кишечник. Да, она регулирует перистальтику кишечника, очищает стенки кишечника, восстанавливает микрофлору, естественную, эталонную. И вот проверяет вот это взаимодействие кровеносная система и кишечник, режим, регулирует режим всасывания питательных элементов. Угу. Да, сделан. Так, прямая кишка. И анус. Хорошо. Давай посмотрим на выделительную систему. Лимфатическая система. Ну, довольно прокачанная, надо сказать. В таком рабочем состоянии очень даже. И все-таки есть ли где-то шейный. Это левая сторона, да, шейный узел. Да, она сейчас прочищает, убирает. Давай. Да, сделала. Прокачала лимфу, разжижает лимфу. Угу. И все сосуды, все узлы. Да, сделала. Выделительная система почки. Почему-то показывает в виде песка что-то. Я просто вкусовое ощущение, импульс какой-то вкусовой получила. Сейчас я его расшифрую. Соль, горечь. Горечь, соль. То есть есть проблема отложения солей. Отложение солей. И может спровоцировать образование песка и камней. Да, она сейчас убирает эту программу. Нормализует состояние почек. Тоже прокачивает их. Мочиточники, мочевой пузырь, уретра. Да, да, проработала. Хорошо. Как-то у нас на потом осталось. Давай репродуктивную систему посмотрим. Угу. Ну, на эфирном плане все в наличии. На физическом, да, вижу изъятие. Хорошо. В любом случае трубы перевязаны, яичники остались. И кровоснабжение, выработка гормонов существует. Угу. Да. И давай посмотрим, соответственно, на... Да, ну что осталось? Да, очищает она, очищает вагину. И, опять же, это последствия перенесенных инфицирований, скажем так, убирает. Хорошо. Теперь давай посмотрим все-таки на эндокринную систему, на гормональную систему. Жерковидная железа. Угу. Да, все железы головного мозга. Да. Щитовидная железа. Да, она убирает такая энергия, как нити такие. Прям нити-нити. Собирает. Нити похожи на... Бывает такая плесень, бывает серая, прям как будто тянется нитями. Собирает эту энергию, исцеляет сейчас и запускает энергию своей любви. И еще раз посмотрим на Тимус. Да. Программа регенерации клеток, выработка гормонов молодости. Да, просканируй сейчас все взаимодействия органов по системам, выстрои их в соответствии с эталоном. И также в целостность впиши в единую энергетическую матрешку свой физический аватар. Да, восстанови коммуникацию между твоими аспектами. Да, хорошо. Давай посмотрим еще мышечная ткань, гладкая мускулатура. Фасциальная ткань. Мышечная ткань. Да. Да, отрегулировала. Так, давай еще посмотрим кожу. Да, она очищает, она создает программу, сейчас пропускает сквозь себя как сканер, убирает все повреждения и регулирует все процессы, не только как бы обмена питания, но и энергетического обмена, взаимодействия. И кожа как орган дыхания. Восстанови кожу как орган дыхания. Да, сделано. Хорошо, целостность восстановила. Да. Завершила контейнер в аннигилятор. Да, сделала. Хорошо, я хочу спросить, в настоящее время включен ли детектор развлечения истины и лжи? Нет. Она говорит, безнадежно сломан. Я не верю в безнадежность, поэтому давай-ка ты в соответствии с эталоном восстановишь его и активируешь его работу. Да, делает. Хорошо. Сделано. Осознание себя, я тело, я энергия. Не просто энергия, как таковая, энергия мысли. Да, она выравнивает сейчас, стабилизирует баланс, гармоничный баланс этих осознаний. Давай посмотрим на аспект личности. Также можешь отрегулировать характеристики, показатели. Приведи в соответствии с, со своим нынешним уровнем осознания самой себя и твоей роли в этом пространстве. Да, делает. Хорошо. Предлагаю тебе посмотреть на пространство твоего пребывания, на все, чего касается твоя рука, все, чего касается твой взор, все, чего касается твоя мысль. Очисти от всего чужеродного, от последствий чужеродных влияний. Да, да, она очищает. Почему-то показывает мне порог с одной стороны, порог показывает другой, с другой стороны входная дверь. Что здесь? Она говорит, здесь старые. Говорит, не мне адресованные. Воздействие магическое. Убирай его, оно не тебе адресованное, а это твой дом. Поэтому просто убираешь. Раз очищаешь, то убирай и это. Можешь призвать того, кто это магичил, и возвратить ему в полный мир. Тебе оно не нужно, это принадлежит ему. Поэтому можешь призвать и возвратить. Да, она это делает. И проверяю сейчас, осталось ли что-нибудь. Нет, все в порядке. Хорошо. Предлагаю тебе показать мне сферу твоей реализации. Рассвити ее, наполни ее потенциалами энергии своей любви. Да, она делает. Позволь себе реализовать себя в той сфере, которая тебе интересна, которая тебя вдохновляет, которая тебе приятно, понятно, легко. Там, где ты не будешь чувствовать себя вынужденной, обязанной, трудиться, заниматься нелюбимым делом. Вот позволь себе обнаружить это. Создай тот сценарий, который выведет Татьяну и рациональную часть на такое занятие, на такую сферу деятельности. Угу. Хорошо. Можешь сейчас показать мне поток изобилия. Так, проверяю сейчас, есть ли привязка к Грегору негативных финансовых трат и расходов, к Грегору долгов каких-то. Да, есть. Есть. Покажи мне, на что это притянулось. Показывает, что это притянулось на призывы. Призывы сродни молитвенным призывам. То есть это притянулось, это не контракт. Есть контракт? Сейчас проверяю. Нет, контракт уже расторгнут, но привязка сохранилась, потому как не произошло осознание этой привязки. Вот сейчас она видит, она убирает. Привязка идет к волевому центру в области печени, убирает эту привязку. И забирает из Грегора весь свой свет, весь свой успех, все свои потенциалы на всех уровнях своей многомерности. Но она показывает, что это ранее данные кому-то кредитные обязательства, если одалживала кому-то деньги, либо одалживала у кого-то деньги. То есть любые долги в материальной сфере на самом деле порождают долги и в сфере сознания, и в сфере эмоций и так далее. Да, она призывает всех, с кем взаимодействовала, предлагает им, возвращает им все, что принадлежит им, забирает себе все свое, пропускает через фильтр, встраивает. Да, просит у них прощения, прощает их и прощает самую себя за ошибки, которые допускала неосознанно в этой сфере, в сфере достатка. Да, благодарит всех, убирает эмоциональные привязки, провожает за пределы поля сеанса. Речь идет не о том, что теперь никому не должна, речь идет о том, что убрали долги в непроявленной сфере. Любой кредит, любой долг, он очень сильно беспокоит, потому что он существует и на астральном плане, и на ментальном уровне. Он не только на физике заключается, вот эта обусловленность, не знаю, вот этот договор с человеком. Он фиксируется во многих земных полях, и это очень важно знать. Даже когда мы даем кому-то милостыню, вроде бы из чувства там сострадания, из чувства жалости, и то, что это называют милосердием, на самом деле это контракт. Человек ничего не сделал для того, чтобы получить мои деньги. Он до этой жизни довел себя сам по решению своей души. И в конечном итоге возникает неравный энергообмен, и взамен на эти деньги, деньги милостыни, человек принимает в свою энергосферу частицу кармы этого человека. Потому что никогда не бывает «отдал» и «всё», всегда взаимное движение идёт энергиями. Отдавая деньги кому-то, мы принимаем на себя чужую кармическую ответственность. А этот человек, отдав часть своей кармической ответственности, может продолжать дальше вести уж какой-то образ жизни. Во всяком случае, сидеть и просить милостыню для него более предпочтительно, чем пойти, договориться с кем-то и быть полезным. Быть полезным кому-то и заработать эти деньги. Услугу, какую-то пользу принести может каждый и каждому. А здесь происходит неравное энергообмен. Поэтому все такие случаи ты можешь пересмотреть и изменить своё намерение на тонком плане. Просить у кого-то в долг, либо давать кому-то незаработанное. Все факты неадекватного энергообмена ты можешь отменить. Так, сама Грегор. Да, она опустошает и ваннигилятор. Хорошо, в своей энергосфере есть что-то чужеродное. Извлеки все последствия. Из ментальных полей нужно убрать все последствия твоих приговоров. Она показывает череду, вот так прям свиток разворачивает. А там по пунктам. Ментальная конструкция. Мне трудно жить. Деньги достаются большим трудом. Если я не буду трудиться в поте лица, я погибну. То есть вот эти множество установок, что они важны, они важнее многого. Но это завуалировано и это иными словами произнесено. То есть сформулировано по-другому. Хорошо, убирай все эти ментальные конструкции, очисти ячейки памяти и пропиши свое право, неотъемлемое право священной души, право творца на те возможности, на все возможности, на всю полноту возможностей для твоей творческой реализации. Это неотъемлемое право души. Да, она прописывает. Хорошо. Итак, покажи мне в данное время поток изобилия. Да, показывает. Да, полноводный поток. Свет, буквально свет первоисточника. Это еще один момент, прошу обратить внимание. Нужно убрать из своего лексикона. Вот этого мне достаточно. То есть какие-то ограничения. Мне бы хватило вот этих денег. Дело не в деньгах. Дело в возможностях. В возможностях собственной реализации. Если это реализация замыслов, творческих вдохновений связана с кругосветным путешествием, значит у Татьяны должна быть реальная возможность совершить кругосветное путешествие. И никакие обстоятельства на этой планете, в этой мерности не способны помешать. Да, поэтому в ментальных полях нужно еще на физике, вот нужно самой Татьяне рациональной части подумать над тем, какие мысли ограничивают этот поток. Какие собственные мысли о себе самой способны тормозить приход денег в ее жизнь, в ее реальность. Деньги – это всего лишь символ энергии изобилия. Тормозишь мыслями, собственными мыслями о себе. Тормозишь этот поток, денег не жди. Да, говорит, что она завершила эту работу. Хорошо. Да, сделано. Я предлагаю тебе сейчас пригласить всех, кому ты хотела бы предоставить информацию об освобождении твоей души. Да, она делает. Она дает им информацию, производит с ними энергообмен, убирает им привязки эмоциональные, отпускает себя на волю из этих тяжких взаимоотношений, тяжких, говорит, взаимоотношений, и отпускает самих людей, благодарит их за уроки и за опыт, провожает их с благодарностью и любовью, закрывает портал. Сейчас подходит ко мне, обнимает мою правительство за плечи. Благодарит. Я спрашиваю, хочешь ли ты сказать что-то о своей рациональной части? Да, хочу. Хорошо, скажи, я ей передам, она нас слушает сейчас. Говорит, будь смелее, будь храброй, ты значительно больше, чем о себе думаешь. Позволь себе думать о себе с любовью. Настраивай себя, как камертон, сейчас звучит такой звук, такой благозвучный звук, когда по камертону ударили. Настраивай себя на восприятие реальности такой, какая она есть, без иллюзий, без сопоставления с тем, что было когда-то в твоей жизни. Ты извлекла уроки из прежних взаимодействий. Позволь себе жить с чистого листа. Каждый новый день несет новые события. Каждый новый день несет новые взаимодействия. Будь открыта этому новому и проявляй то лучшее, что есть в тебе. И люди постараются быть созвучными тебе новой. А те, кто стараться не будет, те просто уйдут в свою сферу реальности и перестанут тебя беспокоить. Сосредоточься на себе самой. Опора внутри себя. Точка опоры в твоем сердце. Оно говорит с тобою. Научись слушать и слышать. Говорит, я тебя очень люблю. Говорит, я это ты, ты это я. Хорошо, я благодарю сейчас Татьяну. Спрашиваю, все ли мы сделали с тобой и для тебя на этом сеансе. Да, говорит, сделали все. Беспокоит ли что-то. Хочу посмотреть на энергосферу. Свободная, светлая. Тор запущен. Основная проекция. Свободная, крылатая. Уверенная. Такая уверенная, царственная стать. Да, она благодарит меня еще раз и покидает поле сеанса. Я также благодарю тебя, Татьяна. Проверяю сейчас, все ли порталы закрыты. Да, все. Проверяю, чистое ли пространство. Да, отстраняюсь от всех и от всего. Проверяю мою энергосферу. Покидаю поле сеанса. И возвращаюсь в мое физическое тело всем сознанием на счет 3. Один, два, три. Как вы, Танечка, проживали эту часть? Шел глубокий. Ну, не настолько глубокий, но шел вздох. Угу. Угу. Ощущение. Угу. Да. Ну, замечательно, моя дорогая. Пишите, какие осознания новые. И работайте над собой. Именно над собой. Мы сами умеем своими мыслями, которые с детства нам знакомы, ставить себе преграды и блоки. Еще как можем. Просто пересмотрите, что вы думаете о себе. Может быть, хватит думать о себе так. С этого момента начинаем думать о себе хорошо. Я же на самом деле добрая, светлая душа. Я хочу, чтобы всем было хорошо, и мне, и окружающим. Ну, то почему я должна себя ограничивать какими-то кем-то сказанными, придуманными словами? Зачем? Отпустить себя на волю нужно. Даже пословицы, те, которые в быту, вот разные всякие словечки, очень многие из них крайне негативны и очень блокирующи. Поработайте над этим. Подумайте. Хорошо. Хорошо, моя дорогая. Благодарю жену. И я благодарю тебя тоже. Трудный был сеанс. Но я и знала, что он будет трудным. Я это заранее знала. Знала, что он будет долгий. Мне все равно нужен был бы перерыв, потому что, видите, это намного больше получилось, чем можно было ожидать, чем в среднем вообще обычно получается. Ну, все люди разные. Я же говорю, все люди уникальные. С кем-то чуть легче, с кем-то чуть сложнее, с кем-то быстрее. Но с вами интересно. Я с вами очень многие моменты рассмотрела. Я раньше их так не видела. Вы мне показали их с другой точки зрения, по-другому. Вот, кстати, кармический узел и обмен частицами души. Вот в этом сеансе я увидела явно, совершенно явно. Прежде я не помню, чтобы я видела такой узел и узел. А тут вот обмен частицами души. То есть я каждый раз в сеансе что-то новое вижу и дальше уже смотрю все глубже и глубже. Я вообще думаю, что еще если год поработаю, у меня сеансы будут уже длиться по 12 часов, потому что я уже знаю, что и туда, и туда надо заглянуть. И оно получается все дольше, все объемнее. Хочется сократить, сократить, чтобы за пару часиков, как другие, вон слиперы работают. Час-полтора и все свободен. Какое бы там ни было письмо, час-полтора и все свободен. Я работаю, пока не доделываю. Я старалась писать только ключевые моменты и даже сокращала текст. Письмо могли написать и на 15 листах. Мне разные письма приходят. Разные письма приходят. Все пишут по-разному. Я же все равно читаю не текст, я смотрю между строчками. Писали же не только вы, но и ваше подсознание. Ну да. Поэтому у меня есть возможность заглянуть вглубь. То есть сеанс описала раньше. То есть был кусочек времени, и я посвятила несколько часов. Я прорыдала, я тоже прожила. И потому ближе к сеансу у меня уже что-то во мне менялось. Ну ладно, моя дорогая, будем отдыхать. Все, солнышко, желаю тебе всего самого прекрасного. Бери управление своей жизнью в свои нежные, заботливые, любящие руки. Береги себя, ты самая большая ценность. Цельнее тебя самой, у тебя больше ничего нет. Надо понять. Конечно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...